Здравствуйте! Сегодня у вас есть возможность принять участие в тренинге «Успешная работа с каталогом». Для того, чтобы более успешно работать с каталогом, мы предлагаем его сравнить с розничным магазином. Когда клиент заходит в розничный магазин, первое, что он видит, он видит витрину. Именно на витрине магазин выставляет самые интересные предложения и на что в данный момент магазин делает акцент. То же самое в каталогах компании «Арифлейм». На первых страницах представлена всегда суперновинка, суперпродукт по самым выгодным ценам, на которые компания «Арифлейм» делает акцент. Далее идет драйвер каталога. Драйвер – это такой продукт или комплект продуктов, который предлагается купить по супернизким ценам при условии, если клиент сделал заказ на определенную сумму. Как правило, драйвер стимулирует наших клиентов делать более выгодные заказы и устанавливает на минимальную планку заказа. Как правило, в розничных магазинах таких драйверов нет. Далее клиент проходит в зал к стойке спецпредложений и рассматривает их в зале магазина. Что делает клиент в каталогах? Он обязательно обращает внимание на продукт по самым выгодным ценам, которые находятся в конце каталога. Далее клиент проходит дальше и знакомится со всем ассортиментом. В каталогах компании «Арифлейм» клиент обращает на главные продукты каталога. Это всегда самые выгодные цены на самые бальные продукты компании «Арифлейм». Далее, как правило, консультант магазина консультирует своего клиента. И потом клиент проходит на кассу и совершает, возможно, какую-то импульсивную покупку. Что происходит в каталогах компании «Арифлейм»? Мы, прежде чем делать консультацию для наших клиентов, обязательно обращаем на продукты на последней страничке. Потому что задача, чтобы в каждом заказе у каждого клиента был продукт с последней странички каталога. Потому что это самая выгодная, самая низкая цена на данный продукт, который, в принципе, может быть. И после этого наш клиент получает грамотную, большую, развернутую консультацию от наших консультантов. Таким образом, еще раз повторим, важна стратегия и четкий план показа каталога. Первое. Это первая страница каталога с суперновинками или суперскидками. Далее. Обращаем внимание на драйвер каталога и обращаем внимание на то, на какую сумму нужно приобрести товар, чтобы получить этот драйвер по выгодной цене. Следующее. Три-четыре последних разворота каталога, где есть самые интересные предложения с большими скидками. Как правило, суперновинка каталога и суперпредложение на последних страницах – это комплементарные продажи. То есть, если в начале каталога это туалетная вода, то в конце каталога это, возможно, декоративная косметика. Далее. После этого мы делаем акцент на главных продуктах каталога. Это, как правило, три-четыре продукта, которые мы делаем презентацию. После этого мы обращаем внимание на последнюю страницу каталога и рекомендуем каждому клиенту заказать данный продукт. И потом мы делаем уже общую консультацию для наших клиентов. То есть, как правило, из каталога в каталог ничего не меняется. Меняются продукты, но стратегия остается одинакой. Поэтому ее нужно четко знать и следовать вот такому плану. Далее. Сколько нужно иметь каталогов? Мы рекомендуем иметь каталогов от 5 до 20 штук. Чем больше каталогов, тем больше заказов. Если 5 каталогов будут давать вам заказ 100 баллов бонуса, то, соответственно, 20 каталогов будут давать в 4 раза больше. Как можно предложить женщине, чтобы она заказывала больше каталогов? Если у тебя есть один каталог, ты, как правило, его никому не будешь показывать. Ты будешь его всегда держать у себя в сумке. Как можно говорить мужчине, любой нормальный бизнесмен хочет иметь сеть супермаркетов. Естественно, если у него 5 супермаркетов, это хорошо, но если у него 20 супермаркетов, это будет давать больше прибыли. Поэтому чем больше каталогов, тем больше клиентов. Чем больше клиентов, тем больше заказов. Важно понимать, что есть инвестиция, а есть траты. Если консультант купил 20 каталогов и положил их на полочку и не раздает никому, то, скорее всего, это трата денег. Если же консультант купил каталоги, проинвестировал деньги и регулярно раздает каталоги, собирает и снова раздает и снова собирает, то тогда, естественно, инвестиции с целью получения прибыли. Что важно помнить? Очень важно раздавать каталоги регулярно, постоянно. И когда мы их получаем обратно, мы должны фокусироваться нисколько на заказе и нисколько на отказе, кому мы следующему покажем данный каталог. Есть такое хорошее выражение – каталог должен сжечь руку. Как только к вам попадает на руки каталог, мы должны тут же его отдать обратно. Какое правило еще при работе с каталогом? Очень важно отдавать каталоги даже тем клиентам, которые нам отказывают, потому что после седьмого предложения каталога, как правило, любой клиент обязательно что-то себе закажет. И это очень важно для нас. Когда мы работаем с нашими клиентами, мы должны привести такую эволюцию. Вначале человек просто купил у нас продукт. И наша задача, чтобы от простого покупателя он перешел в наши постоянные клиенты. Что для этого очень важно? Первое – это наш имидж. Потому что мы – продукт продукта. Как мы с вами выглядим, так о нас ценят компанию. В данном случае это всегда ухоженный вид, это всегда макияж, это всегда хороший аромат. То есть то, что мы с вами продаем. Следующее – это обучение. Дело в том, что косметический рынок развивается очень быстро. И каждый день мы получаем очень большое количество информации о новых трендах, новинках. И необходимо каждый каталог изучать знания о продукции, которые регулярно выкладываются в отделе «Продукт-эксперт» на сайте компании «Арифлейм». И очень важно думать о сервисе. Потому что внимание – это самая дорогая валюта в мире. Если мы предоставим хороший сервис нашим клиентам, то этот клиент всегда станет нашим постоянным. Следующее – нужно обязательно думать о долгосрочных отношениях. Потому что если мы наработаем базу постоянных клиентов из 20 человек, я вам гарантирую, что ваши заказы всегда будут очень большими и полными. Что важно? Нужно всегда сопровождать своего клиента. Обязательно сделайте звонок через 48 часов после того, как вы отдали заказ. Для чего? Для того, чтобы уточнить, начал ли пользоваться клиент нашим продуктом. Есть ли у него какие-то вопросы, получил ли он какой-то результат. Потому что очень часто бывает, что человек не всегда даже начал пользоваться, и, возможно, он начал пользоваться неправильно. Чтобы снять этот негатив и проконсультировать, обязательно нужно позвонить. Следующее – нужно делать подарки. Потому что подарки любят абсолютно все. Небольшие подарки к дню рождения, небольшие подарки к профессиональным праздникам. То есть это всегда приветствуется. Подарки вы можете брать из наших замечательных акций по акции лояльности или из каталога «Премьер-клуб». И важно создать досье на наших клиентов. Что это значит? Вести дневники клиентов, где вы указываете их дату рождения, их семейное положение, где они работают, чем интересуются, какие продукты у них есть, какой у них тип кожи, какие направления ароматов они предпочитают. Поэтому это очень важно при обслуживании наших клиентов. И следующее правило. Мы обязательно должны всегда искать новых клиентов в свою клиентскую базу. Почему? Потому что, как правило, наши постоянные клиенты очень часто переходят в раздел консультантов, потому что они любят наш продукт, они лояльны очень к нам, и они с удовольствием принимают приглашение к сотрудничеству с компанией «Арифлейн». Следующее. Какие существуют типы клиентов? Первый тип клиента – это клиент, который интересуется новинками. То есть в каждом каталоге «Арифлейн» всегда большое количество новинок. Эти клиенты, как правило, всегда следуют моде, следят за трендами и всегда выбирают новинки компании «Арифлейн». Для того, чтобы расширить их представление о компании «Арифлейн» и о нашем ассортименте, всегда нужно дополнительно дарить этому клиенту пробник из регулярных продуктов или какой-нибудь легендарный продукт, который всегда есть в компании «Арифлейн». Клиент, который любит экономить. То есть тоже каждый каталог компании «Арифлейн» просто изобилует всевозможными скидками. И если клиент, который любит экономить, выбрал какой-то продукт по очень выгодной цене, с большой скидкой, всегда рекомендуется предложить продукт по базовой цене, который сейчас не в скидке, но он очень комплементарен. То есть крем дневной идет с большой скидкой, крем ночной идет без скидки. Соответственно, при действии дневного и ночного крема мы достигаем большего эффекта, поэтому мы обязательно предлагаем. Следующая категория клиентов – это клиенты, которые любят выгодные предложения и самые лучшие продукты. Тоже существует четкая схема по работе с такими клиентами. Таким клиентам мы должны предлагать наши самые высокотехнологичные продукты в такой последовательности. Первое – мы говорим о средствах по уходу за кожей. Дальше мы делаем презентацию по декоративной косметике. Третье – мы обязательно делаем акцент на ароматы. И четвертое – мы говорим о категории wellness. Это продукт для здоровья. Поэтому вот такой существует план. Три шага успешных продаж. Первое – нужно обсуждать преимущества. Какие преимущества? Если это средства по уходу за кожей, то мы обязательно говорим о инновационных технологиях, о патентах и ингредиентах. Далее – если это декоративная косметика, то мы тоже обязательно говорим о эффекте, о ингредиентах и о трендах. Например, сейчас очень в тренде лаковые помады, что в компании Reflame предлагает Giordani Gold. Следующее – мы можем говорить о таком продукте, как ароматы. В ароматах мы говорим тоже о звезде, которая представляет данный аромат. Мы можем говорить о компоненте, мы можем говорить о дизайне флакона. То есть звезда – это Demi Moore, которая представляет сейчас ароматы. Компоненты – это может быть шестилепестковый орхидей из аромата Divine. А, например, в аромате Love Potion, посмотреть дизайн флакона, он очень похож на эликсир любви и очень красивый, роскошный. Поэтому на это тоже очень многие клиенты обращают внимание. Поэтому вот такие нюансы. Следующее – нужно разрешать сомнения. Для того, чтобы разрешать сомнения у наших клиентов, мы сами не должны ни в коем случае не сомневаться в нашем продукте. Поэтому единственная рекомендация – это просто изучать наш продукт. Слава богу, что компания Reflame сейчас дает очень большой материал, который регулярно выкладывается на сайте Reflame в разделе «Продукт-эксперт». И самое главное – это делиться опытом. Потому что личный пример, личное пользование – это всегда лучший вариант завершения сделки. Потому что люди не хотят быть подопытными кроликами. Люди хотят пользоваться тем, чем ты пользуешься и остаешься довольный. Одновременно необходимо работать с двумя каталогами. То есть, какие есть правила. Первая неделя – мы работаем с текущим каталогом, который начался. Вторая неделя – мы работаем с двумя каталогами. Тот, который идет в данный момент, и тот, который будет через две недели. Делая акцент на текущий. Третья неделя – мы опять работаем с двумя каталогами, но уже делаем акцент на каталог, который будет впереди. С чем это связано? А с тем, что в каждом каталоге свои скидки, свои спецпредложения, свои уникальные варианты комплектов, наборов, поэтому клиент, когда просматривает один из каталогов, может решить, что лучше я сделаю заказ в следующем, потому что там более глубокая скидка, или я сейчас сделаю, потому что в следующем каталоге такого универсального предложения просто не будет. И какой алгоритм работы? Первое, когда мы отдаем каталог нашему клиенту, он, как правило, нам говорит, да, мне это интересно, да, мне это неинтересно, или я это уже видел. Если клиент говорит, я это уже видел, то мы отдаем ему следующий каталог, а если клиент говорит, я не видел, то мы отдаем ему текущий каталог. И если нам клиент говорит, я не видео и мне ничего не нравится, я рекомендую говорить такие вещи А предложение на 101 странице тебя заинтересовало? Как правило, клиент говорит, а что там на 101 странице? И как правило, вы заранее подготовите текст о данном продукте эксклюзивном и делаете супер презентацию Просто у вас вот таких заготовок должно быть несколько штук В зависимости от возраста и в зависимости от предпочтений ваших клиентов Один каталог для себя – это каталог-шпаргалка Что там может быть? Во-первых, там могут быть всевозможные наклейки То есть какие наклейки могут быть на вашем каталоге То есть вы берете небольшие бумажки и пишете То есть если, предположим, вы идете к клиенту, который интересуется новинками То вы делаете закладки на те самые новинки, которые могут понравиться такому клиенту Если клиент, дама, которой 45 лет, естественно, вы делаете закладки Именно по возрастной категории, именно серия Giordani Gold Ароматы, которые подходят для данного возраста Естественно, средства из категории ухода за лицом Поэтому очень важно Дальше вы можете расписать каталог Что такое расписать каталог? То есть прослушав информацию о продукте Послушав отзывы о наших клиентах Вы можете напротив каждого продукта Написать какую-то интересную фразу Что представляет звезда этот аромат Или аналоги из других компаний стоят в 5 раз больше Что это единственный крем со стволовыми клетками То есть в каждом каталоге что-то интересно И обязательно вы сделаете какие-то пометки Поэтому это очень сильно поможет вам, как консультанту Подготовиться к продажам и к встрече с вашими клиентами И, естественно, вот этот каталог Расписывать этот каталог и делать каталог-шпаргалку Нужно регулярно, каждые 3 недели По мере поступления нового каталога То есть появился каталог, мы его сразу изучаем Изучаем материал, делаем шпаргалки Ну и, естественно, начинаем работать со своими клиентами Кроме того, существует такое интересное направление Как наклейки на каталог Наклейки на каталог вы можете разработать свой собственный вариант Можете использовать тот вариант, который предложен на слайдах То есть наклейки могут быть абсолютно разные Вы можете изготовить их сами Вы можете заказать их в типографии Самое главное, чтобы они были всегда на титульном листе Чтобы они не закрывали даты каталога Чтобы текст был читаемый Текст был очень простым, лаконичным Не зря говорят краткость Сестра таланта Поэтому это с легкостью надо использовать И это позволит вам увеличивать, естественно, свою клиентскую базу Итак, какие же существуют основные правила новичка? Первое – это внимательно изучать все материалы, которые представляет компания Reflame Это может быть руководство продукции Это может быть всевозможные видео Это может быть справочник ингредиентов Это может быть студия эксперт-продукт Это может быть всевозможная литература, которая поможет вам быть более профессиональными в области косметики Обязательно каждый каталог создавает для себя шпаргалку Шпаргалку, которой вы будете пользоваться регулярно, которая будет всегда в вашей сумке И которую вы всегда сможете открыть и посмотреть Какие-то интересные вещи Нужно обязательно подписывать все каталоги Или наклеивать наклейку Потому что очень часто мы раздаем каталоги без своих координатов И забываем их собирать То есть это очень банальные, но очень важные правила Надо оставлять каталоги С какими словами? Если вы совсем начинающий консультант Вы можете просто говорить Посмотрите, пожалуйста, каталог Завтра я за ним зайду Если вы мужчина и хотите просто раздавать каталоги Мне очень нравится фраза Я не знаю, что здесь есть, но я точно знаю, что я вам могу это принести И я думаю, что любая женщина, улыбнувшись, обязательно сделает заказ любому молодому человеку Очень важно выполнить вовремя заказ Еще раз, предоставить сервис, о котором мы уже с вами говорили Вовремя выполнить Желательно, чтобы это было в красивой упаковке У нас большое количество красивых пакетиков И предоставить, естественно, сервис Плюс дополнительная консультация Обратная связь в обязательном порядке Постпродажное обслуживание То есть как только клиент взял у вас заказ Вы через сутки или через двое суток Обязательно звоните и уточняете Начал ли он пользоваться, нравится ли ему продукт Есть ли какие-то вопросы поиспользуемой Это всегда очень приятно нашим клиентам Ну и не забывать регулярно показывать новый каталог Потому что как только вы принесли заказ Обязательно положите в заказ новый каталог Чтобы клиент уже мог опять рассматривать наш каталог Смотреть новые интересные предложения И влюбляться в нашу удивительную, замечательную продукцию Таким образом, дорогие наши консультанты Если вы будете успешно работать с каталогами Если вы четко для себя примете Что каталог это лучший инструмент продаж Если вы регулярно будете раздавать Большое количество каталогов У вас всегда будут большие заказы Хорошие доходы И вы будете всегда успешны в компании Арифлейм Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!